Все, пошла запись. Итак, значит, вот что ты видел. Значит, вот это вот, что у нас это такая штука? Bluetooth. Он из пульта передает или принимает сигнал? Отдает, а этот принимает. Отдает, а этот принимает, супер. Вот эти две штуки, как они называются? Джойстик. Ну, джойстик, да. Реостаты. Реостаты, да, совершенно верно. А вот это вот, что это у нас такое? Nano Arduino. Arduino Nano, микроконтроллер. То есть, контроллер управления, управленец, микро-маленький управленец. Ну, вот эта штука у нас для зарядки предназначена. Сюда вот мы подключаем этот самый провод и заряжаем. Это кнопка включения. То есть, здесь все просто. Вот здесь немножко посложнее. Значит, здесь у нас, это что у нас такое? Arduino. Тоже. Nano. Nano чуть побольше, а этот называется уже, господи, mini. Это уже mini, это mini-матюр, видишь? Arduino mini. Вот это у нас что такое? Барометр. Барометр. И он же у нас измеритель высоты получается. А это что у нас такое? Bluetooth-приниматель. А вот смотри, вот эти две штуки, это у нас усилители для питания моторов. Значит, моторы берут дофига, только порядка одного ампера, когда они вот это самое. И ножка, ну, вывод микроконтроллера, он может дать всего 20, максимум 40 миллиампер. А этот берет 1000 миллиампер. То есть нужно ставить усилитель. Поэтому стоят две такие вот платы, называются драйверы двигателей, вот этих вот. И они, то есть сюда заходит сигналы на управление двигателем, там больше, меньше, и вперед-назад. А здесь уже вот эти микросхемы, они дают такой ампер туда. И вот они крутятся, понимаешь, да? С обратной стороны вот это, это у нас стабилизатор напряжения. Почему? Аккумулятор, у него напряжение меняется очень сильно. Буквально от 3 вольт до 4. Вот. А все эти, вся эта штука питается 5 вольтами. То есть он из этого напряжения, которое еще и меняется, делает 5 вольт ровно, стабильный. Вот, все. Зарядного здесь нет, потому что тут это самое. Вот, значит, надо посмотреть, сколько у нас оно весит. Вся эта, вся эта халтура наша. Вот наши весы. Он весит где-то порядка 70 грамм. Вот, видишь, 66 грамм. Значит, один шарик, он тянет примерно 10 грамм. Значит, 7 шариков 70. То есть, по идее, оно должно эту штуку все-таки поднять в воздух. И мы будем чуть-чуть его опускать. Главное, чтобы оно не падало, пусть будет выше. Мы там уже можем как-то это самое. Вот, хорошо. Вот. Значит, самая половина почти веса вот этот вот. Можно поставить маленький, но да, хватит на меньшее время. Так, на всякий случай. Вот. Значит, моторы у нас, почему так они расположены? Как ты думаешь? Скажи мне, пожалуйста. Чтобы было удобнее, это верх контролирует. А это, чтобы можно было вперед и в случае чего по диагонали даже идти. Как эти оси называются в алгебре? Помнишь, вот эти вот? X, Y и... То есть, 3 это самые зимно-перпендикулярные оси. По 3 осям как раз оно все у нас и регулируется. Вот. Значит, аккумулятор. Что у нас здесь написано? А, там спрятано. Значит, на аккумуляторе написана такая штука. Называется 1000 миллиампер в час. Вот. Что это такое? Это он может выдать порядка 1000 миллиампер. Сколько это ампер? Как ты думаешь? Одно ампер. Одно-один ампер, да. То есть, он может в течение одного часа выдать один ампер. Если моторчики жрут у нас где-то пол ампера, то это почти 2 часа непрерывной работы он позволит. Вот так вот. А у нас же этот шарик, мы за счет чего выигрываем? За счет того, что он у нас... Нам не нужно его поддерживать. Он вот висит примерно, понимаешь? Поэтому это даже много. Если нам удастся, если удастся вес делать так, чтобы он висел почти в толще воздуха, то, конечно, моторы вообще могут быть выключены. Только вот этот верхний джинь-джинь-джинь-джинь вот так вот его там. Вот, в принципе, и вся система. Значит, что нужно? Я тебе расскажу. У нас вот эта штука состоит из трех частей. Значит, первая часть – это вся электроника, я тебе про нее расскажу. Вторая часть – физика. Значит, ты должен сказать, почему эти шары... Вот расскажи мне, почему эти шары поднимаются вверх? Потому что они заполнены гелием. Гелием. А почему? А если мы воздухом заполнены, будут подниматься вверх? Нет. Почему? Потому что гелий легче, чем воздух. Да, правильно. А какая сила позволяет ему подниматься вверх? Как называется? Сила притяжения? Нет. Ну вот в воде, мячик, если в воду туда отпустишь, он бомб вылетит прямо из воды. Как это силой? Может быть, вы не изучали еще? Силы Архимеда? Наверное, не изучали. Архимеда. Помнишь? Или давали силу Архимеда? Да. То есть здесь тоже самое. Сила Архимеда. То есть вместо воды у нас наш тяжелый воздух. Кстати, кубический метр воздуха весит один килограмм. То есть при давлении довольно много. Значит, и получается, что эти шарики, они как будто плавают внутри воды, и они легче, чем вода, и легче, чем воздух, и поднимаются наверх. А если бы мы их заполнили водородом, что бы было бы лучше? Водородом. Но он тоже летущий газ. Летучий. А он легче, чем гелий? Я не знаю. Таблицу Менделеева учили? Да, но я не помню. Но гелием заполнили, гелием выдавать. Да. Сколько этих самых протонов в водороде? И сколько протонов в гелии? Не помнишь? Ну, кажется, водород легче. Конечно. Но он более огнеопасный. Конечно. Он горючий, там взрыв будет. Поэтому это самое. Значит, водород там всего, атом содержит один протонный, один электрон, а гелий в два раза больше. То есть гелий в два раза тяжелее. Поэтому если бы мы их надули водородом, то что у нас было бы с подъемной силой? В два раза больше. Да, у нас было бы не 7 шариков, а может 3-4 хватило бы. Вот. Вот это вот ты должен сказать, что вот на этом принципе. И у нас еще третья секция. Третья секция, это зачем все это надо? То есть секция базарная там. Ну, мы что, деньги все считали? Понимаешь? Вот. Значит, мы скажем, что? Что эта штука, она чем хороша, что она может висеть в одном месте и сфотографировать, в принципе, очень долго. Если шарики эти самые сбалансированные. Потом реклама в помещениях, она практически не гудит. Вот любой, если здесь запустить этот самый дрон, он уже будет гудеть, если вот он 20 минут и все. Почему? Один ампер жрет эта штука. И аккумулятор, если 500 миллиампер часов, то полампера он берет 2. Это сколько? Четверть часа. 15 минут, 15-20 минут и вот здесь все. А здесь один, короче, у меня есть 500 миллиампер, но тоже маленький есть. Ну ладно, я на это самое. В принципе, мы можем завтра встретиться и даже если сейчас все получится хорошо, то мы можем даже поставить более легкий аккумулятор, более маленький, и есть какую-то бумажку для рекламы. То есть он может снимать что-то сверху, зависнув и снимать, долго очень, и может какую-то рекламу создавать. Какие недостатки есть у нашей этой системы по сравнению с обычным делом? Она легкая, слишком легкая. Слишком легкая, ветер может унести, скорость перемещения небольшая. Поэтому есть области применения, где это не требуется, и он там может найти свое область применения. Плюс еще, конечно, в целях обучения интересная штуковина. Вот, в принципе, и все. Ну, поэтому, а, да, так вот, то есть по, это вот третья часть, это вот базарная часть. Значит, по физике мы, значит, рассказали, да, по электронике, что вдруг попадется какой-то заумный преподаватель, скажет, а как вы передаете данные оттуда-туда, ну, по программированию будет тебя там доставать. Значит, данные передаются таким образом. Значит, сначала передается в цифрах число, которое называется 999. Почему? Оно обозначает начало кадра, начало кадра, начало кадра. Для того, чтобы понять, дальше он эти числа принимает друг за дружкой, вот, и там нет надписи, какое число, чем управляет. Просто мы знаем, что первое число – это автомат, второе число – это вверх-вниз, третье число – это там вправо-влево, а четвертое, то есть по… И зачем нужно это начало? Если мы поймаем не первый, а второй, то все сместится, у нас будет ошибка. Поэтому программа на приеме, она обязательно смотрит, это число 999 или нет. Вот если это число, значит, мы поймали начало кадра. И тогда вслед за ним мы все правильно расшифруем. И если мы не поймали, мы пропускаем все остальные. И следующие. А он передает данные постоянно. По кругу, чик-чик-чик, вот все время их. Потом у нас дальше следующий идет. 0,1 – это автомат. Автомат. Что такое авто? Дело в том, что… И зачем нужен этот барометр? Из этого барометра, получается, ты все время должен играться вверх-вниз, вверх-вниз. И он то вверх поднимается, то внизу. Короче, замучаешься. Поэтому появилась идея это автоматизировать. То есть ты, когда выбрал какое-то положение, ты в это время нажимаешь, чик-чик, автоматический режим. Потом пойдет команда авто, и он переключается на работу от барометра. И он сам уже вот это вверх-вниз держит. Но при этом ты можешь управлять вправо-влево. Но при этом он будет примерно на одной высоте работать. Вот чем хороший вот это авто. 0 – это у нас не автоматический режим. Это мы управляем как хотим. А вот в автомате он высоту держит в тот момент, когда нажал на кнопку и старается ее поддерживать. А вправо-влево ты уже рулишь, понимаешь? Потом у нас идет первое вверх-вниз от 0 до 255. Это уровень цифры вот меняется. Нолик – это самый маленький, 255, 7 на 7. Но посередине 127, вправо 127 – это туда, а влево меньше, чем 127. Это в другую сторону. Допустим, это у нас R, а это у нас L. Вправо и влево, понимаешь, да? Потом у нас идет число тоже от 0 до 255. Тоже 127. Посередине, влево, вправо. И допустим, не L, а Up, Down. А, Up, Down. Вверх-вниз. И у нас еще есть 0,255. Посередине 127. То есть, когда они стоят вот в таком, в среднем положении, как раз 127. И сделана так программа, что если они находятся в среднем положении, винты не крутятся. И у нас, значит, Forward, Forward и Backward. И вперед и назад. Ну, там, может быть, у меня, по-моему, первые идут вверх-вниз, потом, ну, не важно. Ну, в общем, идея такая. То есть, мы передаем всего 5 байт. Первый байт. Причем, видишь, вот в этих числах 0,1. То есть, 9, 9, 9 нигде не встречается. Поэтому мы вот начало кадра, мы передаем специальным числом. Потом у нас идет автомат, не автомат, и управление тремя моторами. Все. Вот и вся эта система. Интересно работает программа, когда она работает от, значит, барометра. Я там тебе сейчас покажу. Вот, значит, когда от барометра работает, она принимает сигналы влево-вправо и вперед-назад. Вверх-вниз она не поднимает. Вверх-вниз регулирует барометр. И барометр, в тот момент, когда она нажала на кнопку, он раз и считал в этот момент давление. То есть, на той стене, на котором был. И это давление сравнивает с тем, в котором он находится. То есть, он поднялся выше от этого давления. Ага. Мы поднялись выше, если мы поднялись выше, давление что? Упадет или поднимется? Если мы выше поднимаемся, с давлением воздуха. Давление... стоп. Да. Вот если мы в городе, давление повышается или понижается? Чем мы поднимаемся, тем оно уменьшается. Да, давление ниже, правильно. Значит, этот барометр способен лавливать где-то порядка 20 сантиметров, он чувствует уже. То есть, если мы поднялись на 20 сантиметров выше, давление у нас что, упало или поднялось? Упало. Упало. И по сравнению с тем, что он запомнил, он увидел, что давление стало меньше, и он должен куда давать команду? Вниз. Он начинает двигаться вниз. Двигаться вниз, попал в окно, где давление нормально, все, мотор выключается. По каким-то причинам он шел вниз, давление что, поднялось? Поднялось. Поднялось, да. Мотор что должен при этом делать? Подняться. Подняться. И вот он дыр-дыр-дыр вот так вот, такими вот. Конечно, это отлажено еще не очень, он там дергается довольно сильно, но неважно. Вот. Вот, в принципе, и все. Что нужно по этому делу. А сейчас мы что сделаем? Сейчас мы эти шарики, значит, мы их сейчас соберем в одну такую торпеду, сейчас приклеим это самое, ниточками, подвяжем к этой штуке и посмотрим, что из этого получится. Так. Ну все. Смотрим, что здесь у нас. Так, останавливаем. Как это останавливаем? Блин, ужас. Блин, ужас.